Ребятушки, мои привет! Вы, как уже догадались, я стою на Ламбрате. Только сегодня я не на 11-м пути стою, а на 7-м. Короче, и так вот ни с того ни с сего я решила сегодня поехать в Брещу. Ну, потому что надо уже по большим городам тоже все-таки шариться, не только по мелким, да? Вот. Значит, была такая сейчас ситуация, я начала вам записывать видео, опаздывала на поезд, значит, стала записывать вам видео, обещанное там на метро, около Кашины, что там очень интересные все, доказывающие, что это не нас устроили. Там опускание путей плавное, как на эстакады, так называемое. Несколько путей, которые не нужны, в общем, много чего интересного. Вот, но он не нажала на кнопку записи, как обычно у меня бывает, и у меня ничего не записалось. Ну, как я обычно, скажем так, то есть необычно, у меня уже это часто случалось, и поэтому я не буду сильно расстраиваться, что поделать, что поделать. Сейчас, значит, я так бежала на поезд, что я просто у меня даже сгорела трахея, да? Причем я уже всяко на него не успевала, но я все равно бежала до последнего, чуть не умерла, и оказалось, что поезд, который должен был прийти в 9.33, он задерживается у нас в 20 минут. И просто толпа народу вообще, ребятушки, просто толпища, толпища народу. И даже еще табло не... табло еще у нас не, значит, зажглось. Вот, я там, значит, некоторые комментарии, которые откровенно такие, знаете, засланцы кое-кого мне написали, я просто их отправила в жопу, даже не в сад. Ну, просто так, чисто иди в жопу, Субитов, сразу, быстро. И это, потому что я тебя блокирую, я не успею, жопуете. Вот, значит, и еще раз я хочу сказать людям, которые пишут, не, ну, не думаю, что они прямо не с таким этим, прям меня там по песне, но они от меня требуют, требуют читать Субит, требуют точные исторические, там, даты. Они еще ничего не поняли, вы понимаете? Во-первых, я уже даже не занимаюсь датами, и даже не архитектурой, как таковой, кто построил, никто не построил. О, наш едет, наш едет, наш едет, наш едет Итало, Итало. Вы какого-то ведет. А пока это же скорости, это скорости, которые по-быстрой комфортности, да, по-быстрой скорости. Вот. Все, перевожу, перевожу на себя. Ребятушки, те, кто там не пытаются писать комменты, что там, кто там там сказал, какой историк, кто там на скрите что написал, как правильно там по-итальянски что-то произносится. Вы просто, вот как правильно что-то по-итальянски произносится, вы просто, ну, не имеете права даже просто вообще мне, понимаете? Поживите, ну, хотя бы, ну, 10 лет, вы понимаете, чтобы человеку, который просто уже и думает на итальянском, говорит там, что я правильно или неправильно, там, какие там термины, это... Я на это даже не обращаю внимание, знаете, честно говоря, я просто отвечаю из вежливости, на самом деле, людям, потому что у меня маленький канал, и почему бы мне не... у меня не так сильно много комментов, чтобы я не отвечала. Вот. И просто я из вежливости отвечаю, человек проявил ко мне интерес, я отвечаю. Но просто не смотрите там по одному видео, или вообще, ну, как бы я не говорю, что вот смотрите меня. Я не предлагаю вам меня смотреть, просто если вы не знаете, о чём мой канал, то выглядит немножко смешно, что вы мне там пишите получительный комментарий. Я не запариваюсь насчёт истории, я просто уже от всего отошла, и от альтернативных высказываний я тоже отошла. Я показываю факты того, что наш мир абсолютно не построен никем тем, о чём вообще говорят кто-либо из книг, из источников. Потому что все вот эти вот высказывания кого-либо, то есть любых историков, любых там альтернативных философов, там, любых альтернативных историков, там, это всё равно всё на... даже если они там что-то откопали, какую-то кость, какой-то зуб, какой-то это, это всё основано на предположениях. Поэтому я не хочу заниматься ни предположениями, ничем. Вот, я показываю вам то, что это нереально то, что нам говорят, кто там что-то там построил, кто для чего-то там, вот. Да, да, и это насчёт того, что там кто-то мне сказал, там, одна женщина написала, вы предлагали ещё, да мы это уже давно говорим, мы это говорим с января, просто вы не смотрите, понимаете. Вот. Я всё равно делаю упор на то, что это какая-то огромная так называемая компьютерная игра с использованием био-объектов. Но я сама ещё нет у меня, я не говорю, что я прям ничего не знаю, но я не мучаюсь, вот как некоторые там, я там мучаюсь, а ночами не сплю. Я сплю абсолютно спокойно, вот. Как минимум, я вам показываю то, что происходит. Во-первых, я считаю, что действительно пространство изменяется, искривляется что-то, что-то. Чего-то это какая-то наша игра, она подходит к концу какому-то завершающему своему. Вот, извините, меня тут одолевают мышки. И как бы надо наслаждаться последними временами, в общем, вот. И я вот так думаю, что даже если вот, например, получится, что дадут из Италии выиграть, это тоже закономерно. Но сейчас я хочу последить, я не хочу делать свои сейчас прям голословные выводы. Вот, ну вы поняли, где вы, в европейских, да? И, короче, я вам хочу сказать, что не надо мне писать о том, что там сказал какой-то исторический там, какой-то там, или альтернативщик, какой-то там философ. Я против всего этого, понимаете, вы еще не поняли? Я сразу себя так позиционировала, понимаете? Сразу, как только я появилась у Лиды, вы что думаете? Я до этого не готова была, не читала, не смотрела, не жила этим. Нет. Я все это прошла. Просто все, я уже от этого отошла. Ну вот у меня так раскрылся мозг. У вас еще он не раскрылся, и вы еще живете штампами, штампами, которые навязаны. А я просто от них отвязала, просто взяла их и скинула. Их нет. Нету. Я делаю свою новую реальность. Я вам показываю, я вам говорю, что реально видно, что ничего никто это вот так, как нам говорили, не строил и не делал. Кто что построил, а построили ли ли, а не само ли это собралось, а почему бы и нет, извините меня. Как появляются, извините меня, ни с того ни с сего мухи, червяки из трупного тела. Поэтому вот так и все появляется, и не оттуда. Так же и фены, понимаете? Вот, поэтому... Кто хочет какой-то информации, чтобы я там еще информацию говорила, когда я делала по 40 видео, не надо. У меня вы не найдете никакой информации, идите в гугль и гуглите, ищите информацию. Потому что я против вообще любой официальной, неофициальной, любой информации. Просто я ее выбросила, а что? Выбросила помойку. Я нормально, я спокойно расстаюсь с вещами, кстати. У меня это, может, комплекс такой, я ничего особо не храню. Было и прошло. Все. И время тут ни при чем, кстати. Ну, время как отрезок того, что было отведено на эту игру, да, подходит к концу, это точно, 100%. Но мы здесь не виноваты, не ищите какие-то смыслы. Мы здесь не виноваты абсолютно, ребятушки, поверьте мне. От нас ничего не зависело и нет. Это не надо думать, что кто-то, кто-то что-то может что-то изменить. Не, никто ничего не может изменить. Но мы можем, я уже сто раз говорила, мы можем просто жить нормально пока. Просто не запариваться ни о чем. Это особенно, что с нами произойдет, ой, что с нами будет, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. То, что будет, будет, ничего. Я так думаю, что уж прям не дадут нам так ужасно умереть. Ладно, короче, поезд еще не появился на табло, представляете? Вот, это уже он, 20 минут уже, да. Но мне кажется, там еще, я не знаю, почему он не едет. Хотя он, по идее, уже с централи, он уже запаздывает, представляете? Вот, ребятушки, так что, увидимся в Бреши. Да, и не спрашивайте меня смысл моего канала. Ну, пусть считаете смысл моего канала показать вам города, так как туризма нет. Пусть будет так, пусть будет так. Я-то свою тему, кто меня там понимает, кто со мной в теме, он понимает, что я снимаю. Вот, поэтому давайте не будем друг друга там унижать, пытаться, показать, а кто там умнее. Когда вы мне пишите вот эти какие-то там заумные комменты, о, там на Санг-Стрите-то, блин, написано. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, понимаете? Знаете, я даже не хочу это обсуждать, потому что я не хочу спорить, был ли Санг-Стрит, не был, что-то он вдруг недавно появился. Так же, как я вам говорю, так же, как и Фэн-Шуй. Я спросила тысячи китайцев здесь. У меня очень много знакомых китайцев. Никто в жизни не слышал о Фэн-Шуй, а вот у нас в России вот он самый популярный, понимаете? Поэтому называется доверяй, но проверяй, понимаете? Не верьте вы там всякому там, вот вас осенило, вот я правильно прочитал, понимаете? Знаете, когда-то я в том году очень сильно обожала Нью-Райд Чаннел, да, Вамарата, вот. Но он говорил, что люди, вот эти маски, которые не переставая носили. Я вот, например, кассирша в своей супермаркете. Полтора года человек носит маску и перчатки. Ну что-то она ничего не изрыгает, ничего нет. Поэтому, когда разрыгает лёгкие, да. Поэтому, когда им надо будет, чтобы мы изрыгали лёгкие, мы их будем изрыгать. Независимо от того, что носим мы маски или нет там. То есть, вы поняли, да? Так что, ребятушки, давайте. Давайте жить мирно, давайте жить дружно, вот. Классно, да. Давайте нормально жить уже и не выпендриваться, короче, друг перед другом. Ну ладно, короче, до встречи в Брещи. Ещё пока я никуда не уехала, я не знаю, когда я уеду. Пока-пока.